Друзья, всем привет! Добрый вечер! С вами Люция Усманова и проект у тебя получится. И сегодня у меня в гостях Хасай Алиев, автор метода саморегуляции «Ключ». Ученый, психофизиолог, заслуженный врач Дагестана, психолог, писатель, художник, основатель школы «Человек будущего». Хасай, добрый вечер! Спасибо, что пришли. Очень рада видеть сегодня здесь, на нашем канале. А как я рад, Люция, я очень рад, потому что я посмотрел несколько твоих передач, ну, в программе. И мне очень понравилось. Я начал с того смотреть, как я увидел своего друга Павла Дербника. И так мне стало интересно, и я с тех пор стал смотреть твои выпуски. Мне очень понравилось. Называй мне, пожалуйста, на «ты», ладно? Потому что, несмотря на мой возраст, мне приятно было бы, потому что я только тем, кого я не очень доверяю, я с ними на «вы» разговариваю. Договорились? Отлично. Ну что, у нас продолжается цикл бесед, встреч с экспертами на тему стресса. И мы разбираем с разных сторон этот человеческий феномен, который нас повсюду окружает. И сегодня, друзья, у нас уникальная возможность поговорить с Хасаем Алиевым о уникальной методике, ключ, и о многом другом на самом деле. Вот, продолжая наше исследование о стрессе, я бы хотела спросить тебя о следующем. Вот в своих видео, на YouTube-канале, в своих встречах с зрителями ты много говоришь о том, что человек – он творец. Что это его суть, это его предназначение. И он способен творить, и в нем есть вот эта искра Божья. Но что-то нам ведь мешает ее реализовывать. Мы зачастую ставим цели, у нас есть мечты и планы, идеи, проекты, много. Что же нам мешает это сделать? Почему вот этот вот внутренний конфликт между желанием реализоваться и каким-то страхом, и тем же самым стрессом он нас держит? В чем механизм вот этого противоречия? Расскажи, пожалуйста. Ну, человек, как всем известно, это двойственная сущность, биосоциальная. У него есть физика тела, так сказать, которая подчинена инстинкту самосохранения. Энергия нужна, теплая подушка, еда, воздух, питание и там прочее, да? Есть еще и духовные потребности. И не всякий человек может быть в состоянии дарения, альтруизма, когда хочет обмениваться, сотрудничать, быть в коллективном творчестве. Иногда он бывает в состоянии не творчества, а когда он занят выживанием. Ну, например, разговаривает человек с кем-то, или ты какой-то контент делаешь, или кто-то какую-то книгу ему предложил, а у него в это время нога болит. Ну, какая книга может быть? У него острая боль, и у него внимание сушеное. То вот это именно биосоциальность человека, двойственность человека, одних превращает в эгоистов, потому что они в тунельном зрении сейчас. И то, что болит, они об этом думают, как спастись, как выжить. У них выживательный рефлекс, инстинкт самосохранения. Если у него не болит ничего, у него внимание расширяется, и он может быть захвачен уже любознательностью. У меня есть, вот, например, афоризм, только любознательные и становятся великими. Они вопросы задают, им интересно, у них огонь в глазах любопытства. Они общаются, они смотрят, как мир устроен, они задают вопросы. У меня, кстати говоря, есть, я очень хочу показать, чтобы ее именно показать, чтобы все видели. Я ее показывал несколько раз. Именно «Национальная идея России. Генератор будущего». А это моя картина «Ангел Трубач». Как правовестник, как правовестник. Вот эту картину я подарил Малининой, которая меня в детективе написала в качестве героя. Да, и хорошая картина, хорошая. Я эту книгу почему показываю? Там как раз-таки и объясняется механизм, почему войны и кризисы на планете, почему потребности в лекарствах, почему люди одни творцы и другие ведомые, управляемые. И как сделать, чтобы сократить кризисы и войны, потребность лекарств, чтобы сократить агрессивность. Чтобы люди были творцами. Как сделать? И поскольку я родился в России, ну я поэтому и «Национальная идея России», и поэтому, что Россия находится между Западом и Востоком в ментальном смысле, не географически. Первичность материальных ценностей – это для тела. Это инстинкт выживания. И первичность духовных ценностей – это Восток. И поскольку, значит, между двумя ментальностями Россия находится, поэтому она всё время, качаясь между этими духовными доминантами и материальными доминантами, всё время переписывает свою историю заново. И люди просто не знают о том, что на самом деле, поскольку человек состоит не только из души, но ещё и из тела, поэтому, когда Христос, например, говорил «Не хлебом единым жив человек», а на самом деле и не телом, и не душой единый жив человек. Это нужно, чтобы было согласовано. А поскольку это не согласовано, а согласованность – это целостность, и это и есть в периоде здоровья. Поэтому человек больной, и общество больное, и на всей планете эти войны происходят, и время больное, особенно в эпоху перемен. А тут всё написано, как сделать, чтобы это всё исправить. Потому что я определил, чего раньше никто никогда не знал, что свобода, оказывается, не одна, а две. Свобода внутренняя, свобода внешняя. И поэтому надо согласовать эти две свободы. Я поэтому ещё раз покажу, чтобы посмотрели там всё-таки, почитали, чтобы поняли, и соединились в этом отношении. Потому что сейчас нет свежей идеи. Свежей идеи, образа будущего, и что нужно сделать, чтобы это реализовать. А у меня есть, и я там её написал. Это было бы не только спасением, но и развитием, и процветанием страны, и вообще мир был бы в мире. Получается, для того, чтобы человеку начать задумываться о своей самореализации, о своём предназначении, а нечто большим, чем просто какие-то ежедневные потребности, ему, на самом деле, нужно начать с этих потребностей. Ему нужно вовремя выспаться, отдохнуть. То есть нужно направить внимание-то на своё тело, научиться справляться со стрессом для того, чтобы потом быть способным уже вот эту внутреннюю свою искру проявлять в мире. В эти стадии выживания? Да. На стадии выживания. Да, конечно, конечно. Но пока он выживает, он не может созидать. Это раньше нас учили, чтобы мы были подчиняемыми, что не надо художнику или писателю, что голод, наоборот, создаёт у них шедевры, им не надо быть сытыми. Ну, это чушь полная, чтобы удерживать рабов. Это чушь полная. На самом деле и художник, и писатель, он бы лучше ещё написал, если бы был сыт, а не голоден. Потому что когда он голоден, у него вот эта бытовуха и занята голова, ему не до творчества. У него дети, у него семья, он же должен до всех стараться. Ему не всегда до того, что делать то, что он бы мог сделать, именно вот даря. Когда даришь, когда ты ни от кого не зависишь, ты свободен, а лечиться и созидать можно только свободой. Соединяя вот эту духовную и физическую свободу, раскрепощение и вот это ощущение Творца. У меня есть там в методе ключа состояние Творца. Как его получать? Решая любую задачу. Да, мы поговорим об этом. Да. Я согласна здесь полностью, потому что человек, будучи озадачен тем, что он не может сосредоточиться, в его жизни происходит некий хаос, он даже не может удержать внимание фактически, ведь часто случается такое, что мы занимаемся каким-то делом, мы начинаем отвлекаться на всё, что угодно. Ой, звоночек поступил, ой, пост надо срочно почитать. И какие-то мелкие дела, которые вдруг переключаются туда наше внимание, вместо того, чтобы заниматься любимым делом, заниматься чем-то полезным для себя. И даже нам в голову не придёт зачастую задать себе вопрос, а то, что я сейчас делаю, оно вообще приближает меня к желаемому или нет? И вот мы находимся в каком-то хаотичном состоянии. Конечно, в этом состоянии человеку очень сложно подумать о чём-то более высоком, о движении к своей мечте. В детстве-то мы все мечтали, а сейчас почему-то наше внимание, оно очень сильно разбросано. Вот почему так происходит? Куда же наше внимание вообще делось? Куда оно пропадает? Вы ведь много, ты много исследуешь эту тему, ты знаешь физиологию человека. С чем связана вот эта неспособность удерживать внимание, вот это состояние хаоса в нашей самоорганизации? Откуда оно берётся? Ну, берётся, потому что человек в первую очередь должен задуматься над тем, о чему бы я хотел на самом деле. Вот я, например, с детства мечтательный. Я знаю, многие люди с детства мечтательные. Они, когда маленькие бывают, они играют, они мечтают о чём-то. Да, потом у них эту мечту начинают выбивать из головы. И начинают учить. И, например, говорят, да ерундой не занимайся. Зачем тебе это? Ты лучше делом займись. Ты лучше, вот сегодня учат всех, если ты умный, где твои деньги? Ну, например, да, он какой коммерсант, он какой продажник, он какой бизнесмен? Он, может быть, мечтал о том, что он будет поэтом, там, или не обязательно художник-поэтом. Может быть, он мечтал продавцом или пожарным быть просто. Ну, что-то у него, вот. И когда он живёт не в своих ботинках, а когда он не находится в своём образе жизни, который является для него здоровым образом жизни, когда он вынужден, ну, например, девушка вышла замуж за парня, и не может быть с ним естественным, искренним, потому что у него свои установки, к примеру, да, и она вынуждена играть не свою роль. Она всё время вынуждена делать то, как ему бы понравилось, или наоборот, или наоборот, влюбился парень в девушку, и пытается ей всё время угодить, ей понравится. Они не совпадают, допустим, по ожиданиям. И вот эта женщина или мужчина живёт не в своей роли, и поэтому у них происходит потом укривание. Это всё равно как ходить всю жизнь не в своих ботинках. Поэтому есть понятие психологическая совместимость не только в семейных парах, например. Она есть в психологической несовместимости вообще в обществе. Вообще в обществе. И поэтому я в своей школе, вот, я уже не могу сказать «моя школа», потому что она уже общая школа. Человек будущего, Homo Futurus, мы как раз-таки обучаемся коллективному творчеству, коллективному созиданию. Вот, например, эту картину я специально поставил. Коллективно рисовали. Да, я обратила внимание, как вы всем миром её рисовали, и ты слушал замечания, предложения, идеи, как её улучшить. Это было потрясающе. Да. Ну, это первое. Ну, а второе – это страх. Дело в том, что вот у меня книга была, я её покажу. Кстати, мне сегодня наша Неля, Зарипова, вид агент, сказала, что ей присвоили статус «Бестеллер». А это очень почётно, потому что это по всей системе, куда входит это издательство, а если там ещё какие-то издательства, по всей системе они присваивают статус от востребованности книги. То есть теперь это «Бестеллер». Здесь как раз-таки написано «Комната страха». Метод-ключ от «Комнаты страха» твоего мозга. И здесь написано «Заставь стресс работать на тебя». Я это не для рекламы говорю, она уже «Бестеллер». Я это говорю, что «Заставь стресс работать на тебя». Потому что я как раз в школе «Человек будешь», я учу людей всех, а там из разных стран люди, чтобы они могли не только коллективному творчеству научиться, а энергию страха, энергию стресса. Это как раз-таки величайшая из энергии, и это вечно возобновляемый источник у нас. Потому что мы в вечном противоречии между тем, что мы хотим делать, и то, что мы не можем это делать, это рождает потенциал, могучий потенциал, который можно использовать для развития, для движения, для создания шедевров в любой области. Хоть математики, хоть нокалсты, хоть музыки. А люди этого не знают, они боятся страха. Они от стресса пытаются убежать, уйти. И вот все методы, я в сайте много смотрю по всему миру, управление стрессом, например, пишут. А на самом деле это расслабиться. Это не управление стрессом, а у нас как раз-таки использование энергии стресса. То есть чего раньше в мире не было никогда. Вот я, например, чего-то испугался, ну, и сердце ёкнуло, ну, допустим, да. Я могу это состояние оцепенения, вот инстинкт самосохранения, там же три фактора основных, оцепенение, бей, беги, вот это инстинктивные действия, как раз-таки осознанно переводить, переводить энергию стресса на решение ранее недоступных мне задач. Как это можно сделать? Ну, это потрясающая вещь. Я об этом расскажу. Но я сначала хочу объяснить, в чём суть вообще метода ключ, потому что у него несколько частей. почему я его придумал и на чём он основан. Может быть, тебе будет интересно, я тебе скажу. Очень даже, очень даже, очень. Знаешь, вот логика очень простая, но эту логику я понял сейчас уже по истечении жизни, потому что я это делал практически всегда, но не отдавал себе в этом отчёты. А по мере того, как опыт накапливался, мне приходилось отвечать на вопросы, вот что значит социальная значимость человека, коммуникация. Я сам себя доосознал, сам себя доосознал и понял, в чём там суть. Теперь я могу просто объяснять, что я не мог. Я 20 книг написал, у меня и на английском, и на французском, и на сербском, и на болгарском, много по миру книг, у меня же последовательного много. И каждую книгу я писал 5 лет, потому что я доосознавал, доосознавал, и всегда там новые приёмы и так далее. И сейчас школа тоже участвует в этом процессе. Сейчас будет тоже новая книга, вот сейчас я уже её завершаю. И там уже участники школы, наши с их именами, фамилиями. Но я сам пример личный, как можно все вместе решать какую-то волнующую задачу. Это очень важный момент на сегодня. И вот я придумал этот метод из того, что я однажды, ну, когда я работал ещё с зав. кабинетом иглотерапии, я, значит, парню сделал процедуру, а когда ты попадаешь точно в точку, возникает феномен отдачи. Ну, там типа ломоты, распирание, а не менее тепла электрического тока. Ну, как будто локтём ударился, вот током ударился. Ну, когда попал точно в точку, этот ток идёт, но очень маленький, но немного идёт. Немного. Это называется по-китайски те чи. Чи – это энергия. Это феномен отдачи. И вот я ему поставил иголку, его током ударил, а через день или через два он ко мне пришёл, а у меня раньше не было стерильных иголок, мне надо было кипятить. Раньше так было. Это было много лет назад. И вот, значит, пока я там ставил кипятить в кабинете, там туда-сюда, он сидел, и я ему говорю, слушай, а я одновременно гипнозом занимался, иглотерапией занимался. И у меня возникла мысль. Я ему говорю, слушай, ты возьми и по памяти воспроизведи это токовое ощущение. Без иглы. И он сосредоточился, сосредоточился, чтобы воспроизвести по памяти прежде испытанное ощущение. И у него палец дёрнулся, и он ток почувствовал. А я смотрю, он погрузился в транс. То есть получилось, вот я сейчас уже анализирую, я сейчас понял, что получилось. Когда человек сосредотачивается на прежде испытанном ощущении, у него происходит воспроизводство ощущения, реализация самого ощущения происходит через то, что модно сегодня называть квантовый переход. То есть у него страх проходит, стресс проходит, всё, он перешёл в другое измерение. Он в транс на него попал. Я это делал. И потом я приехал, когда в «Звёздный городок», я Андреан Григорьевичу Николаеву рассказывал, он был замначальник Центра подготовки космонавтов. Ну, муж Терешковый тогда был. Я ему говорю, вот, Андреан Григорьевич, можно, говорю, человека научить входить в гипноз, в самогипноз. И там он может сам у себя вызывать реакции в точках. И вообще в этом самогипнозе какую задачу он себе поставит, может решить. Ну, например, для оздоровления или ещё какого. Он говорит, гипноз нельзя у нас в космосе. Ты придумай, как сделать, чтобы можно было без гипноза. И я там придумал метод моделирования невесомости, состояния невесомости у космонавта в земных условиях. Вот это состояние, чтобы он воспроизводил, которое раньше испытывал. Вместо того, воспроизводил состояние невесомости. Здорово. И получалось, да? Да, да, да. Я пригласил несколько людей, летающих в невесомость. Там и космонавты, и лётчики. Потому что там, когда горку они делают, вот самолёт взлетает, потом он делает горку, и люди сидят там. Как в лифте бывает иногда? Да, да, да. Ощущение вот это лёгкое такое. Как будто ты, да, действительно в невесомости находишься. Да. И я им сказал, вот этим людям, которые испытывали прежде, им в опыте уже было, ощущение этого состояния. Представьте себе, что вы находите состояние весомости. Я смотрю, у них стали руки всплывать. Руки всплывать стали. Вот она, ага, пошла. И кто-то говорит, ой, а у меня зуб перестал болеть. Потом я, значит, другую группу пригласил и попросил их, которые не летали в невесомость. И я уже не мог им сказать, вспомните испытанное состояние. Я их попросил, представьте, что у вас руки всплывают. У них руки пошли, и вместе с этим возникло опять погружение в состояние, но опять они в трасс перешли. И кто-то говорит, ой, а у меня голова перестала болеть. Так были созданы первые приёмы. Видеомоторные. А потом уже много-много лет прошло. Оказывается, Милтон Эриксон в гипнозе внушал, что рука всплывает. Ну, Милтон Эриксон, я его очень люблю. У меня одна из книг посвящена, значит, Милтону Эриксону, принёсшему, значит, на Запад, трансформирующую на Западе древневосточную методику. Потому что и Аль-Газали, одному из толпов суфизма, который говорил, что познание Бога начинается с познания себя. Это очень интересно. Оказывается, идеи-то одни и те же, только у Милтона Эриксона, к сожалению, две ошибки было. Он это делал только для погружения в гипноз. Эриксонианский гипноз. Да. Эриксон. Эриксоновский, да-да-да. А во-вторых, дело в том, что я догадался, что если рука у кого не поднимается, то можно делать вот так. А если так не идёт, можно делать вот так. А если так не идёт, можно делать так. А если так не идёт, можно голову. Принцип подбора, потом перебора. Что пойдёт? Что пойдёт? А у него было вот это только, и всё. Подъём. Ну, короче говоря, так родился метод ключ. Почему он так называется? Поэтому, что она основана, подбери ключ себе. То есть ты делай только те действия, которые у тебя получаются. Отбрасывай те, которые не выходят. Это новое правило обучения. Это вообще уникально, на мой взгляд. Не просто делай, как я, и делай вот такую последовательность, а делай то, что у тебя получается. Это удивительно. Да, отбрасывай, то, что не выходят. Это в любой области. Не обязательно для саморегуляции. Это новый подход на обучение, тренировки и лечение. Почему? Потому что наша старая школа, она основана на повторении. Повторяй, пока не получится. И поэтому ёлку делают там, вот у него упражнение не получается, он будет неделями делать эту поднамасану, потом он делает пранаяму, потом он будет, он забыл, зачем он это всё делает. А там для чего он это всё делает? Он делает для того, чтобы, освоив поднамасану, освоив дыхание, наконец, выйти к этому же самому состоянию. Потому что, когда я всё делал правильно, он шёл поэтапно, степ-бай-степ. Опять же, вот сидит поднамасану, он правильно дышит, и он выходит опять же на это же состояние, о котором я говорю, это идеальное состояние, оптимальное. Когда это состояние нуля, это состояние бесконечности, безвремени, безбрежности, и там нет границ, там нет страха, комплексов, стереотипов. И он, если захочет, он может это направить состояние на решение вопроса, без штампов его решать, то есть выходить на открытие. То есть шагнуть за рамки привычные. Да, да, да. А может выходить на восстановление, то есть через ноль может, и деятельность, тогда это будет поток, о котором говорил Чинцкен Михаил. Или может выходить в пассивное состояние, тогда это будет нирвана, о чём говорил Будда. А мы это состояние всегда испытываем межрисном и бодрствованием. Так вот оно что. Зачем надо было вот так идти степ-бой-степ, годами эту йогу изучать, когда можно было сразу выйти через это, вызвать у себя переход в это состояние, состояние внутренней свободы, состояние свободного сознания, там нет страха, нет комплексов. Это же люди получают и в религии, когда они делают повторяемые движения, выводят самая себя в ритм, или бегун, когда бежит, в ритм бега вошёл, или другой в плавание вошёл, и у него тоже самое открывается. Просто люди не знали, что это одно и то же. И поэтому йог, который этим занимается, у него внимание зафиксировано, как правильно делать упражнения. он забыл о том, что это делается для того, чтобы достичь самадхи. А самадхи это же и есть состояние свободы. А в исламе называется у суфьев фана, в христианстве называется это состояние молитвенной благодати, в буддизме называется состояние нирвана, а там дзен называется. То есть во всех религиях это есть, во всех философиях. Это когда девушка танцует, когда она вошла в ритм танца, у нее же то же самое состояние возникает, но она в действии, задействована. А когда она сидит, задумалась, глубоко задумалась, она тоже в этом состоянии, еще пофигу. Там эндофин включается вместо адреналина. Я сейчас прямо маленький вопрос задам, просто из любопытства своего. Вот то, что ты сейчас говоришь, мне интересно, это если говорить про частоты мозговой активности, это альфа-состояние? Да, 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 вообще, если ближе говорить, еще точнее, то это будет СМПК. Или это гамма. Это, сейчас скажу, это сверхмедын на уровне Аладжалова, профессор, который работал в психологии, у него был энцефалограф с дополнительным устройством, у него много трудов, можно почитать, Аладжалова. она сказала, что это состояние, вот этот переход, ну, мы сейчас говорим квантовый, да, в транс, когда человек вот в одном состоянии находится, потом он расслабляется, или там что-то с ним происходит, и вот это резкое количество в качестве переходит, вот этот скачок, она назвала триггерный переход. это переход, это регистрируется на уровне сверхмедленных колебаний, сверхмедленных. Альфа-состояние это все-таки 16, 10, 16, там это более-менее, а вот этот сам переход происходит на уровне сверхмедленных, СМПК, как-то так называется. Вот, но это как раз и в гипнозе глубоком так происходит переход, и когда мы засыпаем, вот лунатизм есть такое понятие, самнамбулизм. Ну, когда детишки не только летают во сне, но они могут во сне ходить по комнате, там воды попить, потом и забыть, что ходил, воды пил, или там по саду гулял, там самнамбула такие, вот, оказывается, эти самнамбула в 30% людей. Да-да-да, оказывается, знаешь, вот эти все, вот эти бабушкины советы своим внучкам, мне недавно женщина, она коней продает в Нидерландах, ну, раньше продавала на массе спорта покорного, но она сама из Казахстана, вот такая выдающаяся дама, вообще потрясающая, очень творческая. Она говорит, когда я маленькая была, чтобы я ключ нашла, который забыла, потеряла, она говорила, ты скажи себе такое заклинание, там, черт там, к черту, помоги мне найти ключ, я, говорит, это говорила, раз, вопрос-то у нее был, она вопрос себе задала, ключ найти, не может найти, она вот, черт, это же, помоги, и потом говорит, я иду по комнате, как самнамбула, и раз, и нахожу ключ, вот он лежит. Как у нас, фамилию, когда пытаемся вспомнить, раз пытаюсь, два пытаюсь, не получается, потом отвлекся на секунду, она всплыла, потому что мы убрали штампы, стереотипы, страх не найти. И мозг синтезировал ответ, потому что в подсознании же вся эта информация есть, я же бессознательно помню, что я куда-то положил, но забыл куда. Я вот освободился от этого страха, ошибки, да, и он всплыл. Так, оказывается, вот эти вот заговоры, заклинания, которые... Так же работают? Ну, конечно, это же техника работы с сознанием. Понятно. А как, вот ты начал говорить, говорил о том, что как ты пришел, да, через наблюдение за космонавтами, в том числе, через вот это состояние невесомости, сейчас уже в практической части метода ключ. Какие там есть переборы? Это, по-моему, не очень много, ведь движений тела, да, которые вводят в это состояние. То есть это насколько быстро происходит? Сейчас расскажу, это очень важный вопрос, спасибо тебе за него, потому что мне приходится все время повторять одно и то же, там, новички заходят в школу, скажите нам последовательность действий. Привыкли так, привыкли, да. Да, я говорю, я вам дам десяток вариантов, а вы перебирай, подберите то, что вам подходит. Сейчас другой уровень школы уже, и я вам сейчас говорю еще проще. Метод же совершенствуется все время. Ко мне дама одна пришла, она говорит, вот в прошлый раз я у вас была, говорит, и у меня все руки пошли, я вышла на автоколебания, я такая счастливая, говорит, была, я, говорит, сутки, я такого не испытывала. Я, говорит, десять лет страдала, я все время была какая-то переутомленная, зажатая, у меня там болит, здесь болит. Я, говорит, шутки, а потом я, говорит, дома попробовала, у меня не идет. Я, говорю, а что ты до этого делал, что потом делал? Она, говорит, ну, я в спортзале была до этого, и у меня, говорит, все болело, и не шло вот это. Я, говорю, ну, так понятно, то есть, во-первых, тебе, когда ты восстанавливаешься, надо было не деку, только этим заниматься, потом будешь спортом заниматься. А ты себя перенапрягла, и поэтому забила мышцы, как же ты можешь, чтобы руки у тебя пошли, если они, тебя вообще держать трудно, у тебя болит все. Ага. Значит, надо обойти, правильно? Обойти надо. Теперь второе. Я и говорю, а скажи, пожалуйста, какие действия тебе больше всего нравились в этой физкультуре, которую ты там в спортзале делал? Она, допустим, говорит, мне нравилось мяч закидывать в зену. Я говорю, встань, пожалуйста, и закидываю. Она говорит, ну, мяча-то нету. Я говорю, не надо, давай моделировать. Это как раз элемент ключ-2. И она стоит, вот так делает. А потом говорит, ой, а потом раз, и руки пошли. Вот оно. Я просто сейчас беру, этого в мире никогда не было. В мире психологи иногда говорят, в последнее время чаще и чаще будьте как дети, играйте как дети, играйте. Но они предлагают чужие игры играть. Я предлагаю играть в свою игру. Я говорю, вспомни, вспомни, когда ты был счастлив. И вспомни, что ты в этот момент делал. У меня есть классический случай, когда тетенька говорит мне, я вспомнила, я арбуз ела. Я была на море, и там, говорит, это. Я говорю, ну, давай делай. Чего делать? Я говорю, ешь арбуз. Она говорит, арбуза-то нет. Я говорю, а ты моделировала, а как это? Вот как зарождается упражнение ключа на втором уровне, ключ-2. Она съела, она стала представлять себе, что она есть. Она прежде испытанная, я повторяю, как в самом начале, прежде испытанная, по памяти она пытается воспроизвести. Там, я говорил, проток, а здесь она в состоянии счастья. И она берет и представляет, и сопровождает свои мысли, переживательные мысли. Ну, здесь на памяти, они как теория, они-то, ну, вспомнил, да, ну, сама она такая, что у нее все болит, там, понимаешь? А тут она вспомнила, и начала сопровождать действиями, и жевать, и подносит, и ножом порезала, мнимым. Там прямо изображает это все. Да, изображает, да, и сопровождает образы, значит, действиями. Вот здесь организация двух половин мозга. Образ действия. Значит, ну, телесная, телесная. Да, 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 да. Телесная и духовная, ментальная. Соединяет. То есть, синхронизация происходит, чтобы целостность возникла. И она режет арбуз, потом она берет, начинает жевать, а потом берет, раз, вот так делает. Я говорю, ты что делаешь? Она как потекла. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Она в этот момент от всей суети оторвалась, от страхов оторвалась, от всех этих бытовых забот оторвалась. Она уже не выживала, она была счастлива. И мы с ней так бесспешно. Причем я это по интернету делаю. Да, она потом на второй день звонила. Я сама сделала, у меня, говорит, повторилось, но не так ярко. Я говорю, а ты бы перед этим сделала хлест, а ты бы перед этим сделала лыжник, а ты бы перед этим сделала шалтая болтай, перебрала бы несколько, потом то же самое сделала. Она, говорит, будет так делать. Вопрос в том, что все вот эти лыжник, хлест, шалтай болтай, плавание, сканирование, там тряска на коньяк, они все у меня созданы путем наблюдения за людьми, как люди по своей природе инстинктивно снимают стресс. То есть все упражнения созданы. Это просто осознанное, использование тех механизмов бессознательного процесса, когда человек пытается из стресса выйти в состояние творчества. Ну, девочка экзамен сдаёт, её трясёт. Я ей говорю, вот ты перед экзаменом... Отрясись, да. Отрясись, да. То есть получается, вот эти механизмы саморегуляции, они встроены в нас. Просто наши... Ключ внутри нас. Ключ внутри нас. Просто надо научиться его осознать и использовать. А для этого наше... Ну, вот эту тряску я помню из-за телесно-ориентированной психологии на нашем обучательном процессе. Мы брали в пример вот этого, знаешь, животное, которое замирают для того, чтобы его не съели. Он переходит в определённое состояние. То есть это прямо его навык. Он замирает, и у него все процессы замедляют. Что он потом делает для того, чтобы вернуться? Он реально вот это вот протряхивается, и на самом деле в этот момент как-то, ну, вот эта активация, что ли, происходит. И он переходит вдруг, вот этот щелчок, да, вот этот квантовый переход. И это любопытно, да, о том, что это действительно некие механизмы, которые... Ну, это круто. Это правда круто. Почему этот метод называется ключью? Потому что вот то, о чём ты говоришь, Люци, я отдельный фрагмент и сказала, что там отдельным упражнением даётся. Да, да, да. В другой методике даётся другое отдельное упражнение. И там говорят, делайте так. А здесь даётся общий механизм с объяснением, как устроена работа мозга. Даны примеры, и теперь человек, который в нашей школе участник, он говорит, слушайте, у меня все пазлы сошлись. Я, говорит, теперь вижу и в йоге, и в медитации, и в танце. Я вижу вот этот механизм. И он начинает видеть мир другими глазами осознанно. Так вот, что такое осознанность? Это не сознательное постоянное наблюдение, как я хожу, так можно и споткнуться. Это количный подход. Они думают, некоторые люди, осознанность, это надо всё время наблюдать, сознательно всё делать. Вот я книгу беру, и надо делать сознательно. На самом деле, осознанность, это когда ты, когда ты инстинктивные действия, помогающие тебе быть человеком, творцом, осознал, в виде, с помощью упражнений, с помощью упражнений, сделал, раскрепостился, вышел от состояния страха к состоянию созидания, от вызывания, созидания, к творчеству. Вот этот путь, вот этот путь, короткий путь, потому что принцип подбора, не получается, бери другое, не получается, бери третье, развивает креативность мозга, творческую способность. А подражательный рефлекс, вот первый, инстинктивный, он на обезьяне, на обезьяне, на рефлексе самосохранения. Повторяю, пока не получится. Но эти две школы надо соединить, потому что, когда ты что-то уже постиг, и ты хочешь повторить, чтобы закрепить навыки, ты берёшь старую школу. Когда хочешь открыть что-то новое, берёшь новую школу. Ну, это интересно. Это действительно новый навык научения, который позволяет как-то и горизонты расширять. И то, о чём мы с тобой говорили ещё до эфира, немного касаясь того момента, что любопытство и интерес к разным областям знаний, он позволяет расширять зрение. То есть мы из туннельного зрения, которое зашоренное, оно позволяет как-то видеть больше. И когда мы обладаем разными знаниями, вот на стыке там действительно происходит открытие. Там вот этот творческий стаз начинает, нас посещает. И в науке, так всем известно, учёным, что открытие происходит на стыке наук, где междисциплинарное мышление, не узкая наука. А когда вот допустим, физика и биология, физика и химия, вот на стыке этих наук открываются новые открытия. Конечно, конечно. Вот это состояние творца, вот это нулевое состояние, которое, я как сказал, поток, если ты задействован решением вопроса или в танце, или штангу поднимаешь там в потоке, или думаешь там, над чем-то, в стихи пишешь. И состояние нирваны, это то же самое состояние, только там задействованное в активности, а тут ты сидишь и тоже открываешь или восстанавливаешься. Вот это состояние оказалось необыкновенным потенциал восстановления. Оказывается, вот эндорфин, когда вместо адреналина происходит, оказывается, за непониманием этого, поэтому появилось виноделие и люди стали алкогольниками. На самом деле... Потому что это быстро переход, да, вот это состояние радости временное. Ну да, алкоголь – это суррогат вот этого естественно природного эндорфина, химический заменитель. Поэтому люди, когда в стрессе находятся, ну, в кино смотришь, он раз ремку водки, раз выпил, успокоился. Так он то же самое с помощью ключа делает без всякой любви. Я скольких людей вытащил из алкоголизма, это сумасшедливо. Получается, что с помощью этого метода можно и напряжение снимать, да, то, которое накопилось. Это когда человек постоянно-постоянно думает о чем-то одном, он не может переключиться, у него уже такая зашористь, все уже, зависимость, да, зависимость от каких-то там перезагрузиться, да, перезагрузиться. И точно так же можно использовать для того, чтобы выйти уже в такое состояние творчества, то есть когда из этого состояния мы можем решать какие-то уже не задачки выживания, да, а, например, творческие задачи. И мне понравилось очень то, что ты говорила в одном из своих видео, что творчество же это не тогда, когда мы рисуем, поем, танцуем или еще что-то. Творчество – это подход, да, к любому делу. Можно там бизнесом заниматься творчески, можно, я не знаю, там, сапоги делать творчески, да, можно готовить, и я реально видела людей, которые готовят творчески, это совершенно другой процесс. Они в потоке находятся. Да, они находятся в потоке. Они начинают сам подсказывать, что надо делать. Интуиция сама начинает работать, подсказывать вот это туда до соли, это по соли и так далее, потому что это именно человек находится в этом состоянии, когда ему природа подсказывает, потому что в этом состоянии нет шаблонов, нет страха и так далее. И в этом состоянии человек творец. Он все сигналы, микросигналы, которые есть, он чувствует как надо. Но это вот часто используют экстрасисорики. Я, может, в следующий раз встретимся, будет у нас время. Если тебе будет интересно, мы встретимся, я тебе расскажу, на чем вся эта экстрасисорика построена. И сколько там ошибок, которые людей заблудили, в тупик ввели. На чем эзотерика построена, и сколько там ошибок, которые людей в тупик ввели, в ходе бреда. И саму Джуну тоже в тупик ввело. Ей на самом деле казалось, что ее руки что-то излучают в биополе. На самом деле там биопол никакого нет. Сколько заблуждений, как штампы висят у людей. И поэтому, когда им глаза открываешь, а сколько фокусов. Сколько фокусов. Когда я им показываю, что можно с помощью закрытия глаз читать газету, они просто за пять минут научаются делать то, чему их обманывали все время. На чем люди другие деньги зарабатывали. На незнание. Бехтерева, бедная Наталья Петровна, мы с ней дружили. Я же у нее в институте делал эксперименты эпилепсиков с обживленными мозгами. Я обучал ключи, они по заказу там, ну, врачей, я в лаборатории Диляра Курбанова, профессора, делал исследования. Бехтерева обманул Бронникова, который говорил, что можно без помощи глаз видеть. И Бехтерева там статью написала, якобы, может быть, да, неизведанные явления, таистические явления, психи, может быть такое. На самом деле, просто ее надули, потому что, когда человек смотрит между носом, в прорезь между носом и щекой, он видит, он там все видит. Мы там хобус построим, да. Почему меня, вот я почему, вот против всякой вот этой вот эзотерики, в том смысле, что я пытаюсь объяснить, на чем все это построено, и там никаких чудес нету. А люди в эту эзотерику свалили в кучу все непознанное. И правильное, и неправильное. Все, что не могут объяснить. Да, 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 да. Но вот это как раз было один из моих вопросов к тебе, что за методом ключ стоит научный подход. Это и знания, насколько я понимаю, и физиологии, и нейрофизиологии, да то, как наш мозг устроен, какое взаимодействие между сигналами тела происходит, как вообще эти нейронные связи формируются. И мне кажется, что вот этот даже перебор, да, вот этих методов, это сейчас, я не знаю, может, я придумала, но мне так кажется, что в этот момент у человека создаются новые нейронные связи. Да, именно у него развивается креативность мозга, он потом любые другие вопросы решает творческие, он находит решение, как их решить. Получается даже сам перебор, вот смотри, да, вот этих вот методов на себе, да, физических, небольших вот этих, те, которые переводят в это состояние, получается, как некая метафора, образ, который мозг запечатлевает, и потом он это может использовать как опыт для того, у него развиваются творческие качества и способности. Круто. И он потом может и переборировать, и геометрией лучше заниматься, и архитекторам лучше бы эти деньги легче зарабатывать. Он начинает дружить со своей головой, потому что голова его пытается, человек по природе творец, голова его с душой, они пытаются быть в согласии, находить ответы, а у него зашоренность. А вот он как раз-таки учится расшориваться, так можно сказать. И теперь он видит то же самое. Вот самое интересное, в школе говорят, во-первых, у меня все пазлы сошлись, я теперь любой метод беру и сразу понимаю, на чем он устроен, это первое. И во-вторых говорят, слушайте, это так просто, оказывается. А там одна девочка написала, да, так просто, все гениально, просто девочка написала. Я ее новую книгу афоризмом поставил. Все так просто, только надо было просто это открыть, как это просто. Надо было это увидеть, но мне потребовалось уже с этим жить и работать. И гипнозы проходить, и иглотерапевты, я корефей, сейчас в моем возрасте уже нет таких мастеров. Я у китайца учился, потом китайца, сын у меня учился 5 лет. У меня, я междисциплинарный человек, о котором мы говорим, поэтому я и создал эту школу, человек будущего, потому что я как раз занимаюсь тем, что я обучаю людей, как раз таки, как работать с неопределенностью, с неизвестностью. Неизвестность вызывает страх. Потому что старая школа, которая, которая, повторяю, пока не получится, это хорошая школа, но она нарабатывает штампель. И вот неизвестность, вот неизвестность, вирус новый появился, и говорит, не знаю, что делать. И все с ума сходят. Сверху полю, донизу. Все запутались, старые шаблоны не помогают, потому что неизвестность, бездна. И как старые стереотипы, не работают, значит, надо сегодня, человек будущего называется, наша школа, учить человека, каким он будет через тысячу лет. Он в первую очередь будет уметь работать с неопределенностью. Потому что, как говорят, китайская метафора, жить бы вам, не жить бы вам, или жить бы вам в эпоху перемен. То есть самое сложное время, когда ты не знаешь. И вот когда девушка не знает, как ей поступить, замуж выйти из-за этого парня, из-за этого, это самая точка турбуленции, точка выбора. Что, как поступить, что делать, как быть. На этом же все романы построили. Чернышевский, Толстой там и все. Они же насчет непредробности. А теперь посмотри, пожалуйста, у Толстого, Ивана Николаевича. Какой великий человек. У него Ваня Карениной один из приемов ключа. Когда Левин косил лук, повторяемое движение снимает напряжение, в ключе это основная базовая. Косил лук Левин, он, говорят, испытывал какие-то моменты себя счастливым. Во! Толстой был такой наблюдательный. Он взял из своего опыта, наблюдая, как крестьяне косят луку, сделал произведение, и там это указал, но не указал, почему счастливый. Я теперь объясняю. Если тебе это действие подходит, синхронное действие с текущим состоянием, вот ключевой момент, соединение двух тела, синхронизация двух половин, у тебя все снимается, все напряжение, и ты выхожешь на состояние счастья, состояние Творца. Как-то с арбузом выходило, а он... Да, да, да. А он с этим... Это то, о чем говорят современные нейрофизиологи, вот это дефолт-система мозга, когда человек делает какие-то простые повторяющиеся движения, в этот момент переходит в легкое состояние транса, и тогда это как раз выгрузка того, что мы в себя загрузили для того, чтобы, ну, это с точки зрения, например, как творческую идею, например, словить. Мы что-то загружаем в себя, учимся, читаем, наблюдаем. А чтобы это как-то компилировалось и выгрузилось в некую свою идею, нам нужно в это состояние как раз и перейти. И к каждому подходят какие-то свои действия. Что тебе помогут? Кто-то гладит, да, кто-то посуду моет, одно и то же движет, кто-то косит. Да, ну, это же, которое написало все произведения детективные, «Моя посуду», повторяемое движение, снимает напряжение, потому что в автоматизм, это, как ее зовут, вот эта вот великая писательница детективы, «Пуаре» она написала. Агата Кристи. Агата Кристи, она все свои произведения написала, «Моя…» А я не знала. Да, я вам говорю, вот у меня в книге это написано. Эйнштейн, играя на скрипке, а Пушкин автоматически рисует головки женские и свои портретики. То есть, не получается напряжение за счет повторяемых действий, за счет автоматизма действий. Есть автописьмо, когда ты пишешь, не задумываясь, просто на автомате пишешь, и жвачка пошла, и мандры пошли, и молитва пошла, повторяемое движение, снимает напряжение. Да, я когда впервые это сказал, много лет назад, у меня даже есть, я сейчас как раз на столе у меня лежит, немецкий журнал, психосоматическая психотерапия. Это, знаешь, годы какие, это уже десятки лет давно. Там моя статья на немецком языке. И там как раз о том, что я выводил из всяких катастрофических ситуаций людей, я же первый, который выводил, и учил потом психологов МЧС, психологов Минобразования, МВД, ГРУ, там все они у меня учились. По ключу. И поэтому там статья. Это в Германии у меня много учеников, я вам всем привет, если кто смотрит, ну, запись, ну, посмотрит, всем привет передаю. Так, я просто хочу сказать, что вот этот немецкий, немецкий кайзер Вильгельм в свое время покупал леса и рубил деревья. Много-много. Он каждый день рубил деревья. Ну, а теперь я могу объяснить, почему он это делал. Он, кстати, страдал неврозом. И когда он делал повторяемые движения, оно ему помогало. А это можно взять дома, смоделировать. Я бы кайзеру Германии, если бы я тогда жил, я бы сказал, кайзер, дорогой мой, не покупай столько лесов и не руби столько деревьев. Моделируй, стой дома, возьми. Помните Челентано в фильме «Украшение стоптибы»? Снимал стрессы, рубил дрова. Да-да-да-да. Потому что это синхронное в его состоянии. Чем выше напряжение... Тем больше этот размах, да? Чаще, чаще. Поэтому еще выше напряжение, вот тремор. Рожание. Волнение у спортсмена называется мандраж спортивный. Почему я чемпионов мира готовил, и олимпийских чемпионов я готовил. Потому что я этот механизм знаю. Я ему это говорил. Потрясись. Он говорит, ну, парусник, например, он говорит, у меня через два часа гонки, может, мне пойти массаж сделать. Я говорю, я говорю, да не надо никуда идти, встань, потрясись. Он потрясся, потрясся, потом все говорят, как гора с плеч. А что, говорят, все так не делают? Я его просто не знаю, потому что они борются с этим. Себе. Они по незнанию, вот этот инстинктивный механизм, который пытается по их природе их защитить и вывести на дворца, они его себе подавляют. Потому что у них есть понятие нормы, не должно трясти. И они пытаются насильным образом искусственно провести себя к норме. А чтобы провести себя к норме, надо послушаться природу и сделать то, что природа делает. Чтобы человек слышал себя. Вот, ну, все же говорят, слушай себя, слушай себя. Весь китайский этот учит, индийский опыт учит, научить и слушать себя. Они не объясняют так просто, как я говорю. Ну, потому что сегодня 21 век, я говорю более современным языком. А там же этот опыт тысячи-тысячелетней давности. Там другой язык. Поэтому все знают, слушай себя, всем кажется, что они себя слышат. На самом деле, они не понимают, о чем речь идет. Мне вот этот пример, то, что ты сейчас привел со спортсменом, кажется очень показательным. Это вот прямо, ну, так ярко показывает, как действительно мы действуем вопреки. То есть спортсмену в этот момент хочется быть спокойным. Он говорит, пойду на массаж. То есть он действительно подавляет этот импульс. А тело, наоборот, дает ему этот сигнал, надо фактически, как вот в айкидо, продолжить его, да, чуть-чуть продолжить, подхватить у тела. И все. И это получается, и времени много не занимает, и усилий много не занимает. И получается, это очень естественно. Слушай, я тебе больше скажу. Я дружил, значит, председатель Олимпийского комитета Советского Союза, ну, России. Значит, он мне пожаловался, а он такой большой дядька был, он мне пожаловался, что я, говорит, плохо сплю. Я говорю, ну, давай, сделай руки вот так, и стой, качайся. Ну, стой, качайся вот так вот. Он встал и качается, он говорит, я по 6 таблеток на ночь выпиваю. Он стоит, качается вот так вот. И в какой-то момент храп раздался, и он оттуда выскочил. То есть он заснул, выскочил, испугался, и он говорит, слушай, я заснул. Я говорю, да. Он говорит, слушай, а почему все так не делают? Я говорю, да не знаю. Председатель Олимпийского комитета, ты представляешь? Спортсмены учат, таких простых вещей не знают. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, как можно овладеть этим методом, как научиться замечать эти мыпульсы. Это нужно, там, прийти на какой-то тренинг тебе, нужно прочитать книгу. Как можно это сделать так, чтобы освоить и научиться наблюдать за собой и вот перебирать вот эти действия, а потом уже и воспроизводить, да, как на примере с арбузом, очень понравилось. Мне это очень показательно в плане того, что это, ну, действительно, что-то сугубо индивидуальное и личное получается. Да, да, да. Как можно это сделать? Расскажи нашим слушателям, зрителям. Кто-то арбуз, а кто-то там стоял у дерева, смотрел на волны моря, руку приложил там к дереву, и когда он полностью это сымитировал, как было, и он вспомнил, и говорит, я даже слышу голос чая. Я тебе хочу сказать, что у нас школа, что из себя представляет? Во-первых, канал YouTube, кто не подписан, я всегда им говорю, вы подпишитесь и посмотрите все ролики, которые со словом ликбез. Это бесплатно. Это ликбез, ликвидация безграмотности. Это ликбез, и там все выходят в Zoom, мы там сбрасываем, как туда выйти, в Zoom, объявления всегда в сетях ставим во всех, в Facebook, я есть, в ВКонтакте, я есть, в Одноклассниках, я есть, в этом самом Телеграме. Да, Инстаграме я есть, да. Короче, все туда выходят, значит. Потом мы, кроме бесплатных ликбезов, раз или два раза в месяц проводим вебинар, тематический. И все туда тоже в Zoom выходят. Вот это школа. Кроме этого, у меня есть Skype. Я же веду коуч. У меня там какой-нибудь человек, который вот на чемпионат мира готовится. Или, допустим, у него все готово, он все, ну, чего-то не хватает, капли какой-то не хватает. Он говорит, чего-то мне не хватает. Я с ним занимаюсь, и потом раз там предприятие рушилось у него, он сохранил предприятие. Это много-много разных людей. То есть индивидуально можно? Можно индивидуально. Потом у нас есть еще что. У нас книжки, значит, видеозаписи, потом магазин у нас в меню сайтов, два сайта, с S.A.R.U. И стрессов, по-моему. С очень большим архивом. Там под квадратиками, если нажимать кнопку, там открывается, как я готовил военный персонал к подъему атомоход Курск. Как я готовил испытателей международной космической программы Марс-500. Там много-много в стрессу архив такой огромный. Да. Ну, это все школа. Вот эти все разные ресурсы. Это все школа. Самое главное, вот у нас бесплатный ликбез, потом у нас, значит, вот этот вебинар, я всегда, я говорю всегда, никогда эта цифра оплаты вебинара не будет превышать тысячи рублей. Я такой уникальнейший контент даю за тысячу рублей. Я не боюсь, что некоторые берут его там где-то или в Америке, или там в другой стране. У меня же там из многих стран, да. Просто берут некоторые люди, они просто называют приемы по-другому, и от себя дают, и продают там. Я не хожу за ними, не обижаюсь, пусть делают. Это уже от широты души твоей происходит. Ну, потому что одно дело, я тебе сейчас интересную вещь расскажу, о фильме потрясающем, это зависит от того, что все равно они, одно дело мыслить этим, понимать, а другое дело опять формализованно брать кусок, передавать, это все равно как Фрейд был один же, и Толстой был один, и Павлов был один, Анохин был один, Узназов был один. Ну, я же тоже как автошкола, ну, у меня в самые первые ученики, дочка моя, Сейла Олива, и Олен Олив, который со мной, Олен ездил, и Курск помогал, там, и Кизляре после Радуева восстанавливали людей, там, и Беслаани восстанавливали мы людей, которые имеют опыт, но все равно все-таки автошколы хочешь, не хочешь, он один был, Фрейд один, Павлов один, все остальное, это уже, есть ученики, которые просто посылили, а есть, которые превзошли, и вот я всегда рад, когда кто-то превосходит, и тогда мне присылают, вот в этой книге, уже есть несколько учеников, которые со своими приемами, на основе ключа, с их фамилиями, сейчас следующие, да, я очень хочу, чтобы поднималась школа, развивалась, поэтому, но все-таки, все равно Фрейд один, ну, то есть, так получается, так, да, так, я что хочу сказать, вот этот фильм интересный, интересный фильм, американский, я его видел в 83-м или 84-м году, там постоянно вечно вражда была, и соревнования между полицейским одним, и одним каким-то гонщиком, гонщиком на автомобилях, ага, форсаж, наверное, вот я не помню, как называется, похоже на форсаж, ага, сейчас я скажу, ты скажешь, это то или не то, вот я начну, что кто-то взял чужое, кто-то взял чужое, я сейчас на эту тему, а он как раз был, по-моему, преступником каким-то, но они соревновались все время, потому что этот полицейский никак его догнать не мог, и потом, значит, этот, полицейский уже за ним гонится, гонится, и они там к какому-то обрыву, и этот гонщик, который этот преступник, он так раз взлетел над обрывом, и перелетел его, да, и потом они с этим полицейским, он говорит, слушай, ты говоришь, знаешь, я тебя отпущу сейчас, но ты мне скажи, как ты это сделал, потому что они живут в гонщике, а этот ему говорит, сейчас я тебе скажу, ты знаешь, перед самым, он говорит, обрывом дай газ, на полную катушку, и у тебя получится, и потом тот говорит, а почему ты мне это говоришь, почему ты мне раскрываешь эту тайну, он говорит, да потому что, если ты до этого дозрел, ты сам дойдешь, а если не дозрел, ты никогда не нажмешь на газ, вот я поэтому не боюсь, когда у меня забирают этот контент, но этот фасаж, это тот фильм или не тот? Я вот, там столько было у него частей, что-то похоже было, мне кажется, что да, ну может быть и другой, ну скорее всего, скорее всего. Ну красиво, красиво, и красиво очень метафора, и очень здорово объясняет, да, так зрелищно, да, образно, то, о чем ты хочешь сказать, и это совершенно точно, потому что одно, это же как вот с инсайтом, да, то же самое, как бы как инсайт, он звучит, когда человек его произносит, как банальность, да, ну там сейчас много, но когда этот человек пропустил через себя, когда он привязал это к себе, к своему контексту, к своей жизни, к состоянию, да, когда он это прочувствовал, у него это, это слово, земля округлая, да, ну вот из этой серии, но он в этот момент в другом состоянии находится, он в это, не просто верит, он это чувствует, каждая клеточка своего тела, вот тогда инсайт случился, здесь то же самое, то есть вот эта внутренняя готовность к человеку, да, вот эта смелость, вот эта открытость творческий, вот это состояние творца, о котором ты говоришь, его же нельзя просто так передать, а можно передать, да. По этому древнеиндийская метафора есть тоже, что и муравей учителем может быть, я знаю, когда американцы, по-моему, установили, что когда человек готов к решению задачи, у него уже ответ созрел, то малейшая подсказка, ааа, а когда он не готов к решению задачи, ему подсказки дает, ну, мать ребенку, например, совет дает, а он далек от этого решения, и он отмахивается, он не слышит, а вот по мере приближения к решению задачи, он начинает прислушиваться к совету, а когда уже почти готов, у него происходит инсайт, поэтому там древнеиндийская философия, и муравей может быть учителем, поэтому всем попадало это яблоко, но Ньютон открыл, да, яблоко его дает. Вот смотрите, у нас активные сегодня зрители, слушателей добрый вечер желают, и много достаточно делится, и поздравления, Хасай, о том, что книга, то, что ты уже упомянул, метод ключ от комнаты страха твоего мозга стала бестселлером, да, еще раз поздравляем автора, и вот, да, я с удовольствием присоединяюсь, и вопрос, вот еще, ты говорил, упомянул о том, что картину рисовали вместе, а вот сейчас зрители просят рассказать о ней, что за картина, что вложено в нее, и вот про, что это за картина? Там это, как это происходило, дело в том, что у меня там на YouTube-канале как раз-таки есть несколько, подпишитесь, ради Бога, всегда будете новости получать, у нас всегда новые, какие-то контенты, новые приемы, причем разнотемия, многотемия, вот как раз и все охватывается, и философия, и там мы все вместе создаем науку человечности, определяем, я сейчас скажу о картине, определяем понятие, что такое любовь, сопереживание, созидание, что такое коллективное творчество, коллективный разум, там есть моя метафора, счастье – это быть собой, а высшее счастье – это быть собой и вместе, где каждый с собой остается, но при этом все вместе создают новые качества, и вот эту картину, на примере этой картины, мы все вместе рисовали, то есть я вот, там посмотрите на YouTube-канале, разные версии этой картины, какая она была, а я-то ее с нашей Нелли Зариповой, после того я делал мастер-класс, там тоже есть мастер-класс, там много чего, встречи с интересными людьми на этом канале, и там профессора, там и музыканты, и чемпионы мира, у нас очень много там чемпионов мира, там и Паштаги, Артур, мой друг, чемпион, там волейболистка, чемпион Анечка, ну там много познакомлено всех, и там дело в том, что она разная была по версии, и там разные по версии, и Нелли Зарипова, мастер-класс я как раз ей показывал по рисованию, там тоже есть, как надо рисовать, я не учу художника как художника, хотя я член Союза, и мой сын член Союза, и так далее, а я учу иметь это состояние творца, и там берешь простую технику, и ты уже быстро-быстро можешь чувствовать, как надо, чувство гармонии, что на всех надо себе верить, просто и все, а чтобы в себя верить, в себя верить, что ты прав, чтобы у тебя интуиция была, надо быть раскрепощенным, а не зажатым, но это я как раз и учу, вот на курсах, там на ликбезах, и так далее, и есть специальный формат подготовки специалистов, это уже совершенно другой формат, но без беседы я никогда туда не беру, не приглашаю, потому что мне там директивные учителя не нужны, мне нужны именно, как мы вот сейчас, я так рад, потому что у нас идет синергетический диалог, вот такие должны быть педагоги, и вот я хочу сказать, я вам сейчас покажу другую какую-нибудь картину, потому что это интересно на самом деле, картина «Умница-красавица», да, Алена, здорово, и вот благодарности передают нам наши зрители, спасибо за доброту и помощь, да, то, что делает Хасай, конечно, это дорогого стоит, это действительно уникально, то, как он с нами делится, спасибо, друзья, за то, что вы пишете, делитесь и благодарите, спасибо за вашу активность, «Ух ты!» Это скрипачка. Скрипачка. Дорога, там звезды, там все, вот это в этой целостности закручено. Это много у меня картин, я же большой художник, я так вот без лишней, так сказать, скромности могу сказать, очень хороший художник, чтобы понятно было. Да, ну это видно. Я просто хотел сказать, чтобы мы рисовали коллективно ту картину. Я этим самым учу в нашей школе, волнующий вопрос можно решить совместно. Я вот выставил ее тогда, эту картину, и написал, пишите комменты, что вам хочется подправить, увидите, на самом деле получился не ралаш, как басни Кривого, а получилось произведение хорошее, оказывается, вот можно оказывается все вместе, если искренне хотим решить какой-то вопрос, оказывается, можно создать хорошую вещь. Да, и этим я учу всех, и мы готовы, когда очень важный, волнующий вопрос каждого, мы все вместе там, там из разных стран, люди, мы все вместе на зуме будем решать этот вопрос. Например, как сократить кризисы, как сократить войны, например, и все вместе будем решать таким мозговым штурмом, потому что все у нас к этому мозговому штурму имеют метод ключ. Это будет другой мозговой штурм, чем обычно раньше проводили психологи, потому что там ключа не было. И в фильме «Секрет» ключа не было. А здесь технологии есть, и самое главное, тут надо быть человеком, и вот мы все вместе создаем науку человечности. Я вот в субботу в 20 часов буду проводить вебинар. Как соединить у себя вопрос, который вас волнует, состояние творца и человечность. Каким образом? Соединить три координаты для того, чтобы волнующий вас вопрос, вы утром проснулись, и у вас было озарение по заказу. Круто. А как можно принять участие в вебинаре? Это тоже ссылочки какие-то в соцсетях есть на участие, или на YouTube будет трансляция? Ну, я тебе в подарок пришлю в ход. А так всем это вебинар, в отличие от ликбезов. Ликбезы тоже важные, такие же темы. Но вебинар стоит не бесплатный, а тысячу рублей для развития школы. И вот я сейчас еще, знаешь, что думаю? Есть огромное число людей, которые просто не знают о нашей школе. А я не даю... Вот я пообещал ставить эту преференцию, что наш уникальный контент будет стоить не больше тысячи рублей, и всегда только тысячу рублей. Я объяснял это еще в начале, да? А сейчас мне же надо денег заработать. И я подумал о чем? Не обижая школу, не обижая школу, а сделать отдельную группу для очень богатых людей. Ну, такие тоже есть, которым деньги нельзя задевать. Чтобы школу развить. Не обижая школу, а сделать отдельную группу для очень богатых людей, потому что я знаю, они миллионы долларов тратят, чтобы прожить дольше. Я знаю, у меня лично товарищ такой. Он там живет, там, на каких-то островах. Я не хочу его называть просто. Они-то уже потратили генетикам, там, сколько они потратили, чтобы продлить долголетие, там. А я как раз этим занимаюсь. Я вот маму Толи Карпова, шахматиста, несколько лет я ее поддерживала. Раз или два раза в субботу к ней приезжала. Ну, она села на мою шею. Она мне все время звонила, говорит, ты меня бросишь, мне так плохо. 101 год прожила. Ой-ой-ой, здорово. Я ее продлил. Ну, конечно, мы просто столько жили в свое время. Я просто пример приложу. Вот для таких людей богатых, вот, как эти, которые тратят миллионы на науку, чтобы продлить свою жизнь. Там есть, я такие статьи читал. Там их тоже и обманывают, этих миллионеров. Там говорят, вот они этими петохондрами занимаются, там еще чем-то занимаются. Биохакинг. Да, разными, да, вещами. И они там договоры делают многомиллионные. А у меня как раз технология есть. Вот как раз. Вот чтобы таких людей взять, чтобы они нам заплатили, купили картины за очень дорого. Потому что у меня есть и заключение очень больших специалистов. И у меня и в книгах мои картины и так далее. Ну, короче говоря, купили картины. Чтобы школа не обижалась, я тоже там буду. Ну, там будет дорого стоить. Вот идея родилась. Да, вот как можно зарабатывать. Честно, честно зарабатывать. Вот так сказать, как есть на самом деле. А школа и будет получать за тысячу рублей. И если, допустим, мне кто-то в школе скажет, как же так, вы нам это даете за тысячу рублей, а там даете, допустим, за пятьдесят тысяч одну встречу. Как это может быть? Я скажу, да, потому что потому что они нашей школы не видят. Потому что там будет специально запущена реклама такая, которую будут видеть только богатые. Так что это не будет пересекаться, не волнуйтесь. Разные миры. Ну что, по-моему, мы сегодня просто чудесно поговорили и очень душевно. И, в общем, как мы с тобой хотели, чтобы это было живо. На мой взгляд, это состоялось. Я тебя благодарю от всей души за твою открытость, за то, что ты делишься, за то, как ты умеешь эту информацию подавать. И, конечно, то, что ты делаешь для людей, это бесценно. И я вижу по благодарности, которую пишут нам люди, сколько людей пользуются методом, знают тебя, знают твое творчество, картины. И это очень здорово, это очень приятно. Спасибо вам, друзья, что вы были с нами и за ваши слова теплой благодарности. Вот, Хосе Магомедович, как глоток свежего воздуха, соглашусь. Я на этой ноте предлагаю завершать наш эфир. И искренне надеюсь, что он будет у нас не последним. Хосе, я тебя по-человечески полюбил. Я хочу с тобой дружить. И, конечно, взаимно. Я готов, что он будет не последний. Я тебе подарю книжку. И я надеюсь, жив будем, жив будем, будем счастливы. Надеюсь, арбузы когда появятся. Да, обязательно. У нас есть выбор. Кто хочет на спорт ходит, кто хочет, арбуз реально есть. А когда арбуза нет, будет вот так делать. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо, друзья, вам за вашу активность и благодарность. И до новых встреч, Асай. До новых встреч. Всем пока. Спасибо всем. Спасибо, друзья. До встречи. До встречи. До встречи.